Всем приветики, друзья! Начинаем новый влог уже из дома. Приехали, ничего не снимала. Отдыхали от отпуска, как говорится, да? Нет, просто от съёмки отдыхала, да? Отпуск есть отпуском, но съёмка это тоже работа. Отдыхали, наводили порядки здесь в саду, в доме, да. И немного акклиматизировалось, потому что первый день приехали, такая у нас жарища была. Ужас прям ужасный, духота. И на следующий день у меня голова разболилась. Привыкла уже к свежему воздуху австрийскому, да? Разболилась голова, да. Весь день лежала, ничего не делала. Хочу вам сейчас показать сад, что нового тут сделали. С Ингом поработали хорошо. Ну и потом поедем в Икею. Надо кое-что купить. Берём вас с собой. Ну и ещё продукты тоже закупить тоже нужно. Ну а сейчас покажу вам садовые дела. Обкромсала свою малину. Всю старую убрала, потому что уже она пожелтела. Я её всю вырезала. Видите, эти подпорки наконец-то поставила. Ну, всю молодую оставила. Эти тоже чуть-чуть подрезала смородину. Иргу тоже. Видите, у неё вот такие вот, ну какая-то болезнь. Все ветки, которые совсем такие нехорошие, все пообрезала. И тут ветки немного с этих деревьев пообрезала, чтобы не соприкасались. А здесь ещё верхушки надо будет обрезать. Но уже нету места в этой мусорке на следующий раз. Да, пообрезала. Ну, теремочек выцвел. Там никто так и не поселился. Ну, сильно низко висит. Пусть висит для красоты. Это тоже смородину помкромсала. Тут надо ещё, Инга сказала, сделай мне такую дорожку. И тоже этот риндо-мольщ, ну вот эту кору посыпать, что непрезентабельно выглядит так. Огород. Этот салатик разросся. Это моя трава для чая. Это цветёт корианда. Ну, чесночок как. Шалфей. Приехали, лечу дочу. Она заболела. Ну, везде же это кондиционер. Готовая мама, у меня горло болит, а груди к врачу на больничный. Пошла на больничный. Вот лечу её, завариваю ей этот шалфей от горла хорошо помогает. И тимьян завариваю от кашля, пьёт. Смотрите, какой шпинат у меня. Он какой-то вьющийся. Надо уже пообрезать на салат. Вот горе-салат еле-еле душа в теле. Ещё один сдох. Осталось три. Это обломилась веточка этого помидора. Ему поставил воду. Надо было сразу в эту землю. Я воткнула вон. Вытащила из земли. Я уже поставил воду, чтобы корни дало. Ну, толку не будет. Перчик. Смотрите. Уже у меня маленький перчик висит. Помидорчики такие вымахали. Прям здоровые. Ну, уже висят тоже помидорки. Знаю, он видно или нет. А вон они. Так что урожай будет, надеюсь. Здесь висят. Если сорт понравится, то возьму семена на следующий год. Да, гортензия не очень. Тут всё прополола. Клубничку. Уже одна ещё поспела. Надо скорее срывать, потому что говорила же, да? Иначе эти улитки сожрут. Вперёд меня. Орень вообще срезала. Уже всё. Огурчики. Три штуки сняла, как приехали. Сейчас вам покажу, вставлю кадры, какие огурчики у меня были. Урожай собрала. Три огурчика. Пока были в отпуске, поспели. Ну, всё же, что ничего, да? Этот уже, конечно, переспел. Больше на этот, на кабачок или на тыкву, похож, чем на огурец. Но всё равно съедим. А этот ещё висит. Ну, есть, но медленно растёт. Но солнце мало же бывает. Этот уже аж цветёт. Мне тут уже ещё с прошлого года осталось. Тут тоже всё посрезала, вычистила. Петуньи мои цветут. Этот сюда поставил. Потому что в этом году плохо растёт герания. Надо ещё, посмотрю, в Икее будет или нет. Когда купить ещё сюда. Ну, посадить. Ну, потому что всегда на солнце стояла. А в этом году здесь стояла. И не очень-то. Тут все цветочки посрезала. Ну, коврик цветёт. А эти какие прелестные. Вот эти вот такие, ну, сухие остаются. Сухоцвет. Так красиво. Жёлтенькие, беленькие у меня есть. Этот отсветёт. И вообще срежу. Потому что каждого обрезать запаришься. Ну, лягушонок вам ручкой машет. Хибискус у меня зацвёл. Видите? Пчёлок. Столько много на нём. Прям красота. Прелестная. Ну, всё, что-то у меня в розовых тонах. Надо всё-таки эту гортензию синим покрасить. Одно розовое. Розочки ещё зацвели по второму разу. Или по третьему уже даже. Ну, видите, я её как обкромсала. Потому что все листья вот такие с этими жёлтыми пятнышками начали покрываться. какая-то болезнь. Надо удобрения купить. И все эти больные листья пообрезала. Сидит пчёлка-труженица. Ну, вот эти вот вторые сухоцветы. Видите? Цветочки. вертензия моя. Ну, тоже уже, видите, цвет меняет. Тоже надо подсинить. Это уже немного пообщипало уже цвета. Этот мой красавчик. Ну, и эти уже, конечно, немного увядаются одни их. Этим полью динго удобрением подкормкой. Это тоже так свесил. Значит, уже долго цвести не будет. Какие-то странные такие светлые кое-где. Ну, и заменил им уже эти две у нас, когда шторм был. Ну, уже давно. И вот это вот оторвалось. А та металлическая же на конце. И она об эту билась, билась. И, ну, несколько дырок было. А потом ещё город пошёл. И вот эти, которые были сломаны, их тоже побил. И такие вот точки были дырявые. Ну, первый слой, ну, двойная же. Первый слой был только дырявый. Второй-то нет. Ну, всё равно непрезентабельно смотрелось. Но Инга уже как-то в запас покупал, поэтому заменил наконец-то. Ну, говорю, свекровь, а то не поймёт, скажет, что показывает-то. Ну, да, этот тэп ещё уже сейчас посмотрю, может, в Икея найду. Уже весь, видите, сыпется. Его надо срочно убрать ещё террасу. Прямо начисто помыть. Ну, да, работа, как всегда. Вот такие вам новости сада. А сейчас едем в Икею с вами. приехали в Икею. А тут эти дороги там ремонтируют. не дороги, а парковку новую. Первым делом, конечно же, завтрак. Позавтракаем, а потом уже пошопимся. первые. Но посреди недели не так много народа, что радует, конечно же. Так, что возьмём? Я возьму рыбку. И снимаю фиш. у вас то доча где-то занавешла. Тортики. Вот этот этот я люблю. но сегодня воздержусь. Вот такой сегодня завтрак убрала. Всё-таки взяла этот пирог. Ну, там сына на двоих. Фрукты, рыбку. Ой, ну, вот такой завтрак. А у дочи тоже типа как у меня. Да-да, guten эти вот эти вот взяла новые чашки. Тут смотрю ещё. Вот такую надо мне квадратную, ну, блюдо. Это такая глубокая опять. это не это не что я ищу. Смотрите, какой этот сразу крошите и сюда поднис, ставите эту как как ее. Ну, пластмассовая это бельта. Не знаю, как по-русски. Ну, миску удобно. эти бамбуковые для мантов или для чего. Так, что тут для пиццы тарелка, что ли? Интересно. Десять его квадратное. Что-то новенькое. а это наверное чтобы охлаждать. Вот типа такого еще, только этот цвет не очень и побольше бы желательно. Чашки все как обычно все это есть. так миленько для этих дип или что для оливок например там поставить. Прекрасно. Вот эти вот хорошие силиконовые крышки. Ну, я эти же шапочки использую для душа. 15 евро стоить. здесь белые. Это какой-то цвет непрезентабельный. Вот типа такой нужна мне. Возьму наверное. Сколько стоит? или понятно. Или 8 евро или 10 10 наверное. Вот это 8. Ну, возьму. Так себе. Такие не люблю. Такие не люблю. Все тут забивается в эти дырки. Лучше гладкие. Такие уже были. Стирать их надо. Цвета какие. Интересно. Смотрю наволочки на подушке. Ну, чтобы на сменку было на диван. Ну, что-то какая-то расцветка. Не знаю. или материал не тот. Тут цвет не тот. Не знаю. Белое? Нет. Это тоже какая-то вон желтая с пупырышками. Это тоже не очень. постельное белье. Тоже расцветки не очень. 18 евро. Это вообще что такое? Ну, вот такое вот, не знаю, я не люблю. Какие-то цвета такие тусклые. тусклые. Ну, вот это вот еще ничего. Огух, ценили. 29,99. Было на 19,99. Ну, да, не знаю. Не мое как-то. Но этот еще более-менее. Ну, в этот раз не буду брать. Вот такое цветастое. Вот это вроде тоже ничего. 40 евро. Те уже подороже. Розовое. Ну, кто-то любит белое, а меня сразу ассоциируется белое с больницей. Поэтому белое не люблю. Постельное белье. Это вот серенькое ничего. 10 евро. Черное тоже терпеть не могу. еще и в полосочку. Вот такое вообще не для меня. Ну, да, вкусы разные, да? Это такое у дочи постельное белье. Но это тоже не очень мне. Вот это может еще ничего. Голубенькое хорошее. Но то опять полосочку тоже не люблю. хорошее. Хорошее. алоэ вера и вот эти еще бамбуковые. И сколько она заплатила? 35 евро почти. А я купила себе вазочку. Сыну лучше не ходить. Ничего не посмотришь, во мне поснимаешь. Всегда бегом-бегом. Такая вазочка. салфетки. Ну такие для завтрака небольшие. Это такая для стекла полировать. Потом две вот такие вот органайзеры. Это мне надо ванную комнату. Такие вот три дощечки маленькие мои уже старые надо выкинуть. Обновить подушку себе опять купила. Там моя большая а эта поменьше. Хочу попробовать и когда вот куда едешь хорошо с ней удобно. И две наволочки. Ну четыре по две тут. Такую вазочку еще купила заодно. Ойра, что не купила? Такие вот еще три тоже для шкафа мне надо. Ну и этот купила моя спящая ну со шкалой это эти показывала вам для взбивания и две тарелки купила одну вот такую одну квадратную как хотела которую вам показывала ту обратно поставила это лучше видите сразу и снимаю и тут пакует вот такая и вот такая побольше тогда надо вот для когда пирог выкладываю нужно а то у меня только одни эти круглые так ну эти две взяла для этих ладно для шкафчков и за все заплатили 79 71 ну да почти 80 евро вот такая была закупочка видите я так все медленно а ему надо быстро быстро бегом бегом шнэй шнэй я кла ин улёп астукай не цайд я говорю в отпуске нету времени ну не любит магазины как и все мужчины наверное и кто это тут у нас все нюхает мм тингу линчин все надо посмотреть да понюхать что купили мм алёси алёси прихороси да понюхай понюхай все и они и они и Продолжение следует...